Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У моего мужа есть подруга наша общая, которая летит в наши отношения. Нажла переписку у него в телефоне случайно, там сообщение, что она ему писала. Ну, нет его сообщений. По ее сообщениям поняла, что она ему предлагала флирт, а флирт лезла к нам в постель. Но он был не против, но что-то продалось, живет в другом городе 4 часа от нас. Что мне делать, с ним разговаривала, он не понимает, говорит флирт. Флирт неизменно, это общение. Устроил скандалы, потом начал успокаивать, когда довел до слез. Что мне с ней разговаривать или с мужем ее поговорить? Я ему говорила, бывая с другим мужчиной так же, он сказал, ну и что таком тут? Он мне говорит, что либо живем нормально или расстаемся. При этом оставаться не хочу, но должна терпеть то, что он мне почти не уделяет внимания, ай-ей, и что у него флирт. Он говорит, я не буду с ней общаться, при условии, что ты не будешь общаться со своими подругами, родственниками и т.д. То есть вообще не ска. Говорит, что если я ей что-то выскажу, на улучшение отношений могу не рассчитывать. Также сказал, если я буду общаться со своими подругами, устрою флирт, как она смейнет, то она мне приедет, набьет морду. Захотел друг со мной интимно, я отказал от злости на него, хотя хочу, пусть поймет, что мне обидно, но не знаю, правильно это или нет. Нет, это неправильно, а то, что вам обидно, можно, в принципе, выразить. Иначе есть другие способы для того, чтобы это выразить. Правда, к сожалению, вы пока что этими способами, судя по тому, что вы описываете, не владеете. Ну вот, психолог может вас этому научить. Как я думаю, между вами и вашим мужем есть определенные сложности и определенные проблемы. В отношениях, честно говоря, я не думаю, что дело здесь именно в этой вот женщине, про которую вы рассказали. Я думаю, что дело здесь, как мне кажется, дело здесь в другом, дело здесь в том, в принципе, как вы друг с другом выстраиваете свое взаимодействие. Вот, и я думаю, что те проблемы между вами, которые, скажем так, у вас уже, судя по всему, какое-то время, да, присутствуют. Ну вот, я думаю, что именно они, эти проблемы, вот, значит, ну, как-то приводят к тому, что вот ваш муж, вот так можно сказать, сказать, ну, общается и взаимодействует с другой женщиной. То есть что-то означает, что чего-то ему не хватает, да, и что-то его не устраивает. Вот. Но, естественно, необходим анализ ваших отношений, чтобы понять, в чем проблема. Следующий важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что вы очень мало говорите о себе, как мне кажется. То есть, по большей части, вы говорите о муже, о том, что он, ну, сделал, да, о том, что вот он, там, вы говорите, что вот он, там, сказал, ну, сказал то-то, да, значит, сделал. То-то, вот, и вот, собственно, вот, ну, как бы, все вот, о чем, по сути, вы ведете речь. Вот. На мой взгляд, вам нужно больше, больше внимания делать в себе, да, своим переживаниям, своим эмоциям, своим чувствам, вот, и, соответственно, доносить до вашего мужа. Вот, сейчас, ну, вот, как мне кажется и как мне видится, вы этого не делаете и, вот, в частности, те проблемы, которые у вас есть, они возникают. Вот, из-за того, что вы не внимательны к себе, вот, и, как мне кажется, ну, не уверены в себе, вот. А в то же время, в то же время, со своим мужем, да, вы ведете себя, ну, очевидно, как родители, да, которые вот пытаются, ну, как-то воспитывать, да, значит, его. При том, что, ну, ваш муж, он, как мне кажется, все-таки человек взрослый и явно, вот, чтобы, ну, его воспитывали, да, и, наверное, не хочет, не хочет, вот. Поэтому, естественно, я понимаю вас, понимаю, то, что вам неприятно, то, что происходит, но, в первую очередь, вам, преди чем формировать свою, ну, какую-то позицию, да, по этому вопросу, Вот, вам нужно, на мой взгляд, значит, постараться, на мой взгляд, нужно постараться, увидеть, чем вас это задевает, да, вот. Ну, то есть, вот, в принципе, то есть, чем вас это задевает, да, чем вас это напрягает, вот, а как вы, ну, в этом, вот, видите, какой-то ущерб, значит, себе, да, при чем этот ущерб заключается? И больше уже об этом говорить, в общем-то, ну, своему супругу, вот, то есть, как бы, ну, и, ну, доносить, доносить ему, ему, вот этот вот момент, вот. А сейчас, опять же, вы просто, ну, предъявляете, предъявляете претензии, да, вот, и я понимаю, я повторюсь, я понимаю ваши претензии, я понимаю их, и, ну, как бы, я не могу сказать, что, ну, что вы как-то обязательно не правы, в этой ситуации, но я думаю, что правых и виноватых нет, я думаю, что конфликт, он, в общем-то, как-то вот, ну, с двух сторон, с двух сторон связан. Я думаю, что вместо, вместо того, чтобы, ну, как-то тратить, вот, свои силы, да, на, вот, ссоры какие-то, выяснения, там, скандалы и прочее, вот. Возможно, ну, естественно, конечно, вот, после того, как вы для себя поймете, чем вас это задевает, да, чем вас задевает, вот, так, ну, такое, вот, поведение, да, может, я думаю, что, что после этого вы можете, в принципе, помимо донесения, значит, до-либо своей позиции, вот, вы вполне можете работать над собой, вот, вы можете учиться делать что-то для себя, вы можете в большей степени, в большей степени, да, опираться на себя, в большей степени, полагаться на себя, вот, я думаю, что, более, более чем, более чем, вам это спасён, вот, и я думаю, что, вот, ну, гармонизировать, в какой-то степени отношения, ваше, ваше отношение к самой себе, да, то есть, обрести, ну, какую-то уверенность, да, обрести, какое-то понимание себя и так далее, вот это, я думаю, то, что вам, в принципе, более чем, более чем спасибо, вот. Посмотреть, как вы взаимодействуете с своим другом, что ни два ни общего, вот, поисследовать эти моменты, вот, то есть, ну, поразбираться, да, вот, вообще, как вы, ну, взаимодействуете, вот, что вы делаете, да, вот, что вы, что вы чувствуете, там, ну, я имею в виду, я имею в виду друг к другу, вот, и, соответственно, уже потихонечку разбираться, потихонечку разбираться, потихонечку разбираться в том, вот, какую направленность имеют ваше чувство к мужу, вот, то есть, ну, то есть, буквально, вот, и, соответственно, вот, уже исходя из этого, я думаю, выстраивать, значит, ну, какую-то свою стратегию победения, вот. Естественно, на мой, ну, на мой скромный, скромный взгляд, ну, не стоит взговаривать, там, с, значит, ну, не с мужем, да, не с, ну, не с этой женщиной, вот, на мой взгляд, ни к чему, ни к чему хорошему это не приведет, вот, кроме только, ну, какого-то скандала, да, вот, кроме, ну, кроме какого-то скандала, ссоры, конфликты, конфликтов, вот, лучше вам, конечно, попробовать, вот, ну, выстроить отношения, именно, вот, с своим мужем, вот, и постараться увидеть, вот, какие, какие у вас могли бы быть точки, ну, точки пересечения, вот, вот, я думаю, я думаю, так, если у вас это ситуация травмировала, вот, если вдруг вдруг, то вы можете прожить, ну, какую-то болезненность свою, со специалистом, может, с психологом, да, он может это сделать, и я думаю, что, это, опять же, позволит вам не только более спокойно, спокойно смотреть на ситуацию, а, да, сейчас у нас разные, вот, что называется, ценности, да, просто, вы считаете, что это нормально, вы считаете, что нет, и, естественно, вам, ну, неприятно, болит на этот вопрос, как бы, понятно, вот, поэтому я думаю, что тут тоже нужно смотреть, да, как получилось, что у вас, такие, в общем-то, как будто бы несколько разные ценности, вот, хотя, при том, что, ну, вы вместе, да, и, вот, ну, у вас отношения, у вас семья и так далее, вот, я думаю, что ответ на этот вопрос тоже нужно поискать, поискать, вот. Я думаю, что, также, я думаю, что психолог, конечно, психологи не могут сказать вам, что делать, вот, я думаю, что вам, ну, ну, в какой-то степени, ну, или найти ответ самой, но при этом никто не говорит о том, что мы не можем вам помочь, вот, то есть, никто не говорит о том, что мы не можем помочь вам, вот, этот, этот самый ответ, да, ну, ну, если не найти ответ, то направить его, направить вас к нему, вот, я думаю, я думаю, вот, как-то так, я думаю, сочувствую той ситуации, в которой, в которой вы оказались, вот, я думаю, что, в первую очередь, нужно сделать анализ именно ваших отношений с мужем, вот, и после этого вам будет более понятно, какие коррективы нужно вносить в, ну, вот, там, в ваше взаимодействие, да, и вообще хотите ли вы, в принципе, эти коррективы вносить, да, то есть, ну, может быть, и не хотите вообще, то есть, это вот, значит, вот, такой нюанс, да, такой, ну, момент, не все так, не все, не все так, однозначно, вот, сначала, прежде всего понятно, вам больно, и, вот, эта боль, она вам мешает вообще, значит, смотреть, вперед, вперед смотреть на эту ситуацию, поэтому давайте сначала мы попробуем снять ваш эмоциональный тонус, вот, ну, психоэмоциональный тонус мы снимем, вот, дальше уже вы сможете для себя решить, как будете действовать и что, ну, что будете делать. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.